Встреча с Уральским фондом Рерихов 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 Вот для пояснения. В принципе, книга интересная. Я вот сожалею, что я ее, в общем-то, не напечатал тогда. Я не знаю почему, но, видимо, завертелся тогда все-таки. Большой был этот фонд, много было народу, было некогда заниматься этим книжным делом. А издательство у нас, у нас было издательство, все, значит, мы там перелиценили, но оно не работало вообще практически. Мы там одну или две книжки издали. А ну да, вот я издал «Наши предки», свою книгу издал и издал «Встреча с Кащеем бессмертным», две книжки издал. И, в принципе, на этом, в общем-то, наше издательство загнулось. Ну, а потом уже, как бы, другое издательство сделали, но уже там другие были люди. Но мы издавали, правда, еще журнал, так он назывался «Веды». Вот, но он распространения не получал. Тогда ведь большие были тиражи, но у нас они зависали, то есть распространения не получали. А мы по 10 тысяч печатали. В общем, еще, когда издательство работали, тогда у нас уже не работало. Ну, я да, помню, они в Уральском фонде Рерихов вот эти вот стопки как раз с журналами лежали, к сожалению. Это сейчас бы, наверное, их расхватали с удовольствием. А тогда, ну, тогда и время другое было. Во-первых, было обилие информации. Помнишь, в 89-й год, когда запрет главлита сняли, вот эта вся просто литература хлынула, это просто море какое-то было. И контактеры, и там диагностики, кармы, и чего только не было. Люди просто захлебывались, наверное. Да, информации было много. Вот, а потом мы издавали еще журнал по Рериховскому движению. Вот, но он тоже, сколько-то мы издали этих журналов. Ну, уже там небольшие были тиражи, не по 10 тысяч. Но тоже он как-то потом остановился, потому что у нас один человек все это делал. Ну, ты, может быть, помнишь Любу. Вот она, кстати говоря, ну, года три, наверное, уже ушла. Вот. Сейчас много уже людей ушло, и те кадры, которые до встречались, их уже практически никого и не осталось с тех пор. Вот. А вот поподробнее, Владимир Алексеевич, сейчас почему-то вообще эта информация ушла, и про третье обращение КОН, вот, современное поколение следователей, которым там 30, 35, даже 40 лет, они даже не слышали. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое третье обращение КОН, и почему оно было важно тогда вот для нашей группы, и почему важно было на него ответить. Ну, это ведь было в 1928 году, когда там все четыре, значит, многие радиостанции, ну, тогда в основном радиостанция, телевидение еще так не было развито, а оно прозвучало на четырех языках, на многих радиостанциях. Вот, и там давали срок, вот, мы как бы в 1996-м сделали, мы на два, по-моему, года просрочили. Вот нам 50 лет давали, или сколько-то нам давали лет, ну, у нас еще было время, мы вот еще пока там готовились туда-сюда, вот, вот, ответили, ну, а нет, еще там условия, что должно государство какое-то выступить, да, но оно, как бы, неявно это следовало, можно было и самим выступить, да, без государственных, так сказать, деятелей. Но, тем не менее, по всей видимости, не засчиталось наш ответ, потому что мы, значит, вот просрочили. А потом это обращение опубликовал, вот, в книжке «Азгарь, город богов», как его фамилия? – Щербаков. – Щербаков, да. – Ну, да, мне коллеги, причем из Америки, группа контактеров передала, причем знамя, что интересно, я потом выяснил корни, они были связаны с движением Хабарда, вот с этим его морской организацией, там у них несколько было направлений, и передали через них вот эту информацию, я тогда переводил как раз вот этот текст. – Угу, ну понятно. – А в американском варианте он назывался «Хорошие и плохие парни из космоса», плюс там еще, помнишь, вторая часть была про компьютер, суперземной компьютер, который управляет, в принципе, всеми процессами на планете. – Управлял, его выключили. – Да, но он не только на планете, он вообще считал, это же как бы считалось одно чудес света, он управлял вселенными. – То есть там шли вот, сейчас ведь пришла информация, что с лебедя подобные стали сигналы идти, да, то есть там такой же построили, но он логос, они его там называли, такой же они построили компьютер, и все его излучения, которые с лебедя идут, достаточно мощные, они коррелируются с вспышками на Солнце. То есть фактически они взяли управление планетами, галактиками, там, Вселенными, именно то, что было на Земле, создано нашими предками. – А они же, когда в третьем же обращении, они же говорили, что им этот логос важен. Вот сейчас он используется просто как энергетический источник, он выключен, управляющая компонента его отключена. Вот. Но сейчас вот такая вот ситуация. Ну, потом было еще много всяких обращений, ну, кто что гораздо, кто откуда. И все писали там, что они там, в общем-то, создали нас, да, что это они хозяева Земли и так далее. И по количеству этих всяких обращений стало ясно, что, в принципе, Земля никем не создавалась, и никто там нас не создавал, потому что, ну, раз все нас создали, ну, значит, это ясно, что это неправда. То есть мы, в общем-то, сами по себе земляне. Ну, а то, что, в общем-то, мы были на очень высоком уровне, наши предки имеется в виду, и то, что у нас Солнечная система была вся, вот тоже из этих, ну, что освоено нашими предками, это тоже из этих обращений следовало, вот, и то, что вот у нас вот внутренняя Земля, да, выбрали вниз внутренний грунт, да, вот, и создали Луны, а у нас сейчас одна только Луна. А вообще вот по данным Анонербы, да, там же они описывают, сколько времени надо плыть, чтобы попасть во внутренний океан, да, ну, там, внутреннее море. Вот, и из этих вот данных я вычислил, что толщина нашей коры, вот этой, да, тысяча километров всего, а у нас уже шесть тысяч, там, семьсот с лишним километров, да, радиус, вот, то есть пять тысяч практически это вот внутренняя Земля. Поскольку там у нас океанов-то две трети, да, от суши, ну, вернее, от всей Земли, а там-то ведь такого обилия океанов нет, там, как у нас и раньше было, у нас раньше-то были реки, которые с севера на юг и с юга на север текли, и тут были озера, морей вообще не было. Море, океаны, это все после апокалипсиса, потому что море, от слова, мор идет. Вот, поэтому, в общем-то, под землей у нас вот те, которые, вот, старые цивилизации, те же атланты, там, исполины, вот, и много таких, у которых, ну, вот я вот смотрел снимки, которые у нас сделаны на Земле, ну, чаще всего, конечно, это вот анты, но люди-обезьяны, которых нам сейчас как с нежных людей представляют, а так, в принципе, там были очень удивительные персонажи, ну, которые вообще ни на что не похожи, вот, и маленькие, с большими головами, народность допа и хама, да, о которых еще Иоанн Семенов писал, и, ну, и потом, значит, люди, которые, которые, ну, я бы так назвал люди-грибы, потому что у них голова вот с таким вот, с такой шляпой, вот, потом люди, которые, ну, черепа вот, которые находили, да, там, и с тремя, и с четырьмя глазами, и самый максимальный череп был восемь глаз. Это как раз, когда Земля была именно центром Вселенной, как у нас раньше говорили, ну, и говорили, что это религиозное заблуждение, да, ну, то они у нас потому что учились. Потому что мы познакомились с Евгением Санычем, фамилию тоже сейчас не помню, а он в СВР тоже был, значит, работал и в Испании, и в Америке, он занимался тем, что у него было задание, еще Жуков когда был, возглавлял этот отдел, ну, эту службу, вот, он был, ну, как бы террористом, чтобы уничтожать вот эти институты, которые подделывали летописи. Вот, и потом его пригласили на созвездие «Лебедь», и вот Жуков его, в общем, благословил, он туда улетел, пять лет там пробыл, потом сюда прибыл, ни документов, ни куратора, который там его подтвердил бы, что он реально является агентом, да, уже не было, вот, поэтому он у нас бомжевал, ну, правда, так и не улетел, а они ему предлагали вернуться опять на это созвездие, он не захотел. Ну, вот он уже рассказывает, как там они живут, конечно, это тоже была фантастика, потому что там, ну, в принципе, какое-то желание имеешь, там типа автоматов стояло, ну, что-то ты представил, то, в принципе, и появлялось у них. Потом, ну, и потом там в плане питания, ну, в основном вещи, вот вещи там были, а в плане питания что-то я там не помню, чтобы он мне рассказывал, чтобы что-то было. Вот, и все бесплатно, все абсолютно бесплатно. То есть там другая вообще цивилизация и другие взаимоотношения между людьми. Понятно, что наша цивилизация с нашей культурой и традициями ни в какие ворота по сравнению с ними не лезет. Вот, с ним были два тоже куратора до постоянной связи. Вот, но вот тоже вот такая штука, как вот с Подумной тогда, когда мы встречались, ну, вернее, поехали на встречу с инопланетянами, да, вот Подумной там, вот моя секретарша, они с ним встретились, а со всеми не встречались. Ну, Подумной, он-то сказал, что утром расскажу, а утром, когда спросили, уже ничего не помню, да. А наша-то секретарша, она вообще ничего, она сразу ничего не могла сказать, потому что ее трясло все. Вот, и, ну, и потом Марина там, говорит, там, как-то успокоили, еще что-то, но ничего не помогало. И она так в психушку попала. Вот так я даже не знаю, какая у нее судьба сложилась. Ну, и там, в общем-то, такая же штука с этим Евгением Санычем. Там, у него два вот таких куратора, он, ну, с ними общается, ну, и говорит, что, о чем они говорят, какие вопросы там, а контакт был постоянный. Вот, а так вот, когда их нет, он ничего не помнит, ничего не может сказать. Я ему задаю вопросы, он не знает. А с ними когда? То есть у нас эта вот блокировка проходит по поводу того, что у тебя был контакт, что у тебя есть какая-то информация, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, ничего не помнишь. Потому что все заблокировано. Но это вот ящик Пандоры, который тут поставили нам, он все блокирует. Потому что тот же поддумный, да, говорит, ну, утром, говорит, я тебе расскажу. Фантастика, говорит, контакт, как у него был. Но ничего не смог рассказать, ничего не помнил. Дима Алексеевич, давай немножко поподробнее о том симпозиуме, который проводили в 96-м году. Цель и задача понятна, то есть ответить на третье обращение к он, что, в принципе, и сделано было, когда в начале, при открытии симпозиума, зачитал ты как раз вот это четвертое обращение. Ну и, может быть, поспоминаем, что за люди были, какие доклады были и о чем вообще рассказывали. Потому что на самом деле, на удивление тогда, ведь меньше, чем за 4 месяца эти людей собрали, и помещение нашли, и организовали все. Люди были очень интересные, очень разноплановые доклады. Может, что-то вспомнишь? Давай повспоминаем как раз. Ну, видишь, я плотно общался с Кимсмуриной Попович. Подубного ты подогнал. А остальных-то я практически не знал. Ну, Рогожкина, я его знал еще по этим, ну, там другие были слеты, еще по-моему, Горьком, или еще где-то мы пересекались. Ну, и он тогда не очень-то и был верующий. Это сейчас он стал верующим, и один из создателей неологии, насколько я понял. Ну, надо быть честным, все-таки создатель неологии – это генерал Ханцеверов, или полковник он, по-моему, тогда еще был. Возможно, да, но Рогожкин внес, я считаю, мощный вклад, потому что все вот эти, вот его формулы, как избавиться от чипов, там, как избавиться, значит, от программ, которые они там вкладывают в нас по ночам, от черпания вот энзимов. Это же все надо как бы проговорить, сказать, утвердить, и чтобы больше они не ссывались к нам. То есть я его, в общем-то, считаю таким продвинутым в этом плане. Понятно, что уфологии там нет ни докторов, ни кандидатов, но и тем не менее он, в общем-то, один из таких ведущих и в уфологии, и вообще вот в этой всей тонкой материи, которую современная наука, ну, я не знаю, как сейчас, но раньше отрицала категорически. Вот, но у нас наш, вот, Крохолев там был, ну, Крохолев тоже вот странно кончил, Пьянков Василий Николаевич, который, в принципе, был экстрасенсом от природы, да, потому что он выезжал когда, ну, во время войны, он танкистом был, вот его первый танк пускали по минному полю, и вот он ехал, и он проезжал это минное поле, не взорвавшись, и за ним уже проезжала вся дивизия, потому что он, ну, чувствовал, чувствовал, где эти мины, где опасность, в общем, такой был. Ну, потом тоже, вот, бесславная такая кончина, сына потерял, вот, в котором души не чаял, да. Вот он выступал, Крохолев, ну, был еще Тишкевич, Вадим, ну, вот он, ну, сейчас все еще живой, в общем-то, шустрый достаточно, но он как раз вот на этой поляне-то здорово, ну, и понимание, и свежие мысли, ну, то есть творческий человек, и, конечно, вот сейчас бы его тоже пригласить, чтобы он нам там рассказал, ну, а нам надо обязательно собраться. Ну, и сейчас бы его тоже пригласить, ну, послушать хотя бы, он же продвинулся, да, вообще-то далеко уже, ну, я с ним периодически встречался, но не каждый год, как приезжал в Пермь, в общем-то, старался встретиться с ним. Тогда еще Виктор Шмелев был живой, ты его, наверное, помнишь, вот, опыта, вот, когда, а они вообще были друзья, у них все время, и когда я приезжал, он, Виктор сразу тащил меня к нему. Ну, и вообще, на самом деле, после того, как мы конференцию провели, очень странная череда негативных событий у основных организаторов-то пошла, вспомни, и у Курапова там с отцом случилось, и у других, то есть у всех, кто участвовал в подготовке конференции, произошел какой-то негатив, причем у нескольких из наших организаторов и родственников, поставили, и сами люди поставили. Помнишь, что-то странная ситуация? Ну, да, Крохолев ушел, вот, у Пьянкова сын ушел, да, это было. Ну, то же самое, когда мы организовали ВОК, вот, и хотели, значит, ну, как бы, там же у нас, в общем-то, было письмо, что нас, организацию, приняли в космическую коалицию, да, вот, но люди начали уходить, у нас тоже, у всех организаторов, значит, случились гибели этих родственников, ну, и потом мы кому писали, никто почему-то не получил, вот наши, значит, эти ответные письма, вот, они не получали. И самое-то главное, что тоже некоторые погибли. У нас там немного было, но все равно, это показатель, что это опасная деятельность. Опасно и сейчас то, что если мы сейчас соберемся и проведем еще раз такую конференцию, ну, я не гарантирую, что мы все останемся живыми. Вот такая опасность есть. А как думаешь, зачем сейчас нужна эта конференция? В принципе, вот, знаешь, вот люди сидят, смотрят, да зачем у нас там, вон, война идет, скоро неизвестно, может, Третья мировая, будет, а вы про каких-то инопланетян говорите? Дело в том, что все-то кто это организует? За кулисы, а за кулисы кто? Это инопланетяне, которые захватили нашу Землю. Ну и потом ведь, если мы ее не проведем, это будет хуже, потому что они же собирались, ну, по данным той же Елизаветы Королевы, да, она там, в каком году, в 20-м, по-моему, сказал, что через два года они высадятся, да, инопланетяне, они же не высаживаются, им потому что препятствуют, и возникли силы, которые, в общем-то, не хотят, чтобы Земля была захвачена. Они же провели очень большую работу, чтобы мы говорили, что Земля плоская, там, солнце – это лампочка, инопланетян нет, ну, и прочую ахинею, которую, в общем-то, инопланетяне нам навязывают, ну, и подкупают там известных ученых, которые подобную уже фигню начинают с больших, так сказать, средств массовой информации вещать. А это привело к тому, что, если мы были условно разумными, нас перевели в неразумные. А неразумных можно выкинуть с планеты, потому что, ну, за что им планету иметь, если они не знают, что Земля круглая. Вот. Ну, и поэтому следует провести, и, во всяком случае, те вот иллюзии, которые нам уже однажды навязывали, да, после того, как Коперник потом пошел, ну, и все вот эти исследования про Солнце, про все, что это все-таки шары, а не плоские, не слоны, там их держат, с черепахами. Вот. Это уже было раз. Нас опускали, и с нами достаточно жестко тогда обращались. Ну, и сейчас, в принципе, вот они опустили, но высадку задерживают. Задерживают, потому что, в общем-то, есть хоть какое-то сопротивление вот этим вот анахронизмам, я бы так сказал, которые навязали сами инопланетяне, и все это проплатили. Потому что, ну, если ты знаешь, какое движение было, мощное движение, вот этих плоскоземельщиков, вот, и поддержка, я удивился даже с нашей академии, тоже там всякие физики начинают говорить такую фигню. Вот. Ну, я думаю, что раз есть положительные силы, которые нас поддерживают и в нас верят, то надо обязательно провести такую конференцию и подтвердить, что мы не не условно разумные и не неразумные, а мы именно разумный вид, который, в общем-то, хочет возвратить себе вот эту космическую жизнь, какая была у наших предков. Ну, кстати, наверное, следишь за международными новостями, вот буквально целый год уже в Америке на самом высоком уровне принимаются и законы, и там даже комитет создали по контакту с ними сообществами, в которые входят представители разведки и товарищи американцы вполне себе серьезно говорят, ребят, у нас это все летает, это все существует и это неизвестные разумные силы, с которыми мы не знаем пока что нам делать. То есть на Западе вполне себе целенаправленно и грамотно людей готовят к пониманию тому, что внеземной разум не просто существует, а он реален и он уже здесь. Да, ну и дело в том, что готовят, например, священников в нас, да, которые бы разъясняли паствие, что инопланетяне есть, и они в общем-то готовы вступить с нами в контакт. Но опять же непонятно, кто с нами вступит. Нам же надо, чтобы те, которые бы потом, ну, в какой-то мере бы мешали захвату обратно нашей планеты. Мы же, в общем-то, как ферма, нас выращивают на гавах, то есть на ту энергию, которая сейчас является, ну, как бы разменной монетой в нашей галактике. Вот, им очень не хочется терять нашу землю, тем более, когда еще Амшинский профессор, не знаю, сейчас он живой, не живой, вот, выступил, что 95% добычи нашего минерального сырья на земле, да, куда-то уходит. Мы на человечество тратим только 5%, но это же тоже факт, который надо, в общем-то, пресекать. То есть у нас не только грабители могут быть в нашем, так сказать, обществе, но и в космическом тоже обществе нас грабят так вот бессовестно, что наши грабители по сравнению с теми грабителями, но они просто дети. Вот, поэтому надо обязательно выступить, и чтобы тоже этих поддержать, те, которые не хотят, чтобы нас продолжали эксплуатировать, и чтобы мы все-таки добились свободы, освобождения от того рабства, в котором мы находимся, и которое многие не сознают. Ну, потому что информации-то об этом вообще нету. Все же, все, что касается вот этой информации о рабстве, да, она вся тщательно убирается. Ну, кто про Амшинского кто-то слышал, что ли, но если бы не личное знакомство, я бы тоже не знал, об этом так и каждый человек. А в худшем случае все это перевертывается, высмеется, и представляется в таком виде, что люди, которые занимаются этой темой, ну, мягко говоря, становятся нездоровыми на голову, как это говорят. Да, и так это, ну, сейчас-то уже как бы так уже не говорят особенно. Это раньше, если бы так вот открыто все это говорили, если бы мы в то же время проводили эту конференцию, да, ну, все, мы были бы все пациентами разных психиатрических клиник. Вот, но сейчас, слава Богу, об этом можно говорить стало. Не все, конечно, но все равно не секретят. Информацию секретят и не дают ей хода. Знаешь, что самое интересное? Я же тогда всю эту конференцию в 96-м году писал. Мы обязательно эти съемки под ними покажем. И забавно то, что то, о чем мы говорили тогда, что для многих казалось шизофрении какой-то непонятной за вот эти 27 лет, что прошли, не только подтвердилось, но и для многих стало реальностью на самом деле. Да, конечно, у нас столько этих контактов. У нас ведь смотри, вот нам говорят, что мы примитивные, что мы ничего там не понимаем и не можем понять. А ведь наши люди в реальности, они же распространены по всей нашей галактике, да и не только. Потому что, ну вот такой факт, женщина рассказывает, ну, она в частный дом, там вешала белье постиранное, да, и садится у него во дворе, прям тарелка выходит, мужик красивый, подходит к мне, называет ее по имени, говорит, ты меня, говорит, помнишь, обнимает ее, говорит, ты меня помнишь? Она говорит, нет, я вас не знаю. Говорит, ну, мы с тобой были мужем и женой в прошлой жизни. Представляешь, вот она это рассказывает, но она торгует на рынке, просто, да, ну, с высшим образованием, все, то есть не скажешь, что она сумасшедшая, вот, и рассказывает такую историю. А потом, в свое время, ЦРУ опубликовала данные, там, где-то 70, или сколько-то, в общем, цивилизаций, которые здесь вот нас посещают, там, плеядцы, орионцы, сириуси, они у всех потожировые кодобрали эти остатки, да, везде ДНК человека. С таким же напором хромосом, то есть мы все подобные. Вот, это о чем говорит? О том, что человечество расселилось по галактике, не только Солнечная система, а многие, кстати, Солнечные системы или изнутренней Земли прилетают сюда, к нам. Ну, вот. Ну, может, не человечество расселилось, а все-таки те товарищи, которые прилетали и оставили здесь свой генетический след, сколько в истории, в древней, в древнейшей, в мифологии рассказано о встрече с какими-то богоподобными существами, которые приходили, спускались с неба, те же ангелы, ну, условно говоря, контактировали с дочерьми земными и в итоге рождались очень интересные существа. Не об этом ли поле контакте как раз говорится? Ну, об этом тоже, об этом тоже, но дело в том, что и наши люди с земли тоже летали. Ведь у нас первая цивилизация, которая гекатанхеры, сто руки, да, описанные и у римлян, и у индусов, вот, они их, у них, римлян, цикламенами называют, а эти, значит, гекатанхерами, то есть, сто руки, вот, они в реальности, ну, они же были бессмертными, и Библия пишет, что ли, они были бессмертными, да, все же говорили на одном языке, была общая культура, одна и та же религия, все было одно, а все же изменилось, куча религий появилась, сейчас 27 тысяч или 26 тысяч конфессий создали, ну, это куда годится, то есть, все, все, в общем-то, дробится, да, у нас в России, значит, пять тысяч всяких этих, специальностей, профессий, а по миру 40 тысяч, ну, это тоже ведь нонсенс, человек должен быть универсальный, какая специализация, универсальность, это один из критерий прогресса в реальности, биологического прогресса, а когда такая специализация происходит, понятно, что какой может быть прогресс, вот эти все работы на конвейерах, ну, когда вот создавалась у Форда, там, ну, всех у них конвейеры были, люди же за полгода превращались в идиотиков, ну, потом придумали разные там операции, ну, в общем, как-то скрасили это, да, а в принципе, ну, даже и скрасили, все равно человек не развивается, надо, чтобы он был универсальным, он мог не только с железом работать, не только там с радиодеталями, но со всем, со всеми вещами, как в принципе были вот крестьяне, они же все умели делать, и терегу сделают, да, и упряжь для лошадей, и одежду, и собирают урожай, там, делают там всякие из этого полуфабрикаты потом, то есть, очень много всего могли делать, и холодильные эти вот установки, ну, не установки, а эти, зимники, как их называли, то есть, все было подвластно, кое-что, а сейчас, сейчас у нас специализации. Илья Алексеевич, вот, возвращаясь к подметному письму, которое Эмиль Федорович обещал показать, вообще, откуда этот диалог-то пошел, почему он вообще об этом заговорил? Ну, это я его за язык не тянул, он мне сам рассказал, причем он мне рассказал, он как раз в Москву съездил, с Жаком Валей они встречались, да, ну, вот, после этого он мне это рассказал, я подумал, что он или у Жака Валей его взял, или там, но я не знаю, откуда у него это письмо, то есть, он только мне, я ему сказал, ты мне это дай почитать, мне не надо его вообще, ну, прощать-то дай, он говорит, но так и не дал, ну, как это понятно, мы же с ним редко встречались, вот, только когда уже, из ряда он, какое-то событие, только тогда он там приезжал, рассказывал, у него еще супруга была такая, которая мешала ему приезжать, просто действительно у него совершенно уникальный этот труд был написан, который так не опубликовал, так понимаешь, его никто не видел, этот вымпел Валентича, и там как раз говорилось о том, что где-то, по-моему, в районе одной из застав на Кольском, там вот уже, где граница идет, найдена была капсула, в которой находились записи вот этого как раз летчика Валентича, который, помнишь, он летел на самолете Сесна, сообщил, что видит какой-то объект, а потом этот человек пропал вместе с самолетом. Так вот, была найдена капсула, где как раз находилось его письмо, и он написывает совершенно удивительное событие, что он не погиб, что его забрали на борт объекта, и что он как раз занимается тем, что вывозит с земли на больших вот этих аппаратах кислород. То есть, на самом деле, совершенно какое-то бредовое, непонятное, но там у Эмилия Федоровича было расписано и с деталями, и с подробностями, ну, сложно такое, в принципе, придумать. Не об этом ли он под медным письме поговорил? Может быть, и об этом, но в той вот книге, которую он мне давал, этого не было, этой информации не было. Там много вот информации, подобной, как у Жака Валет, не было. Ну, и вот я вот сейчас сожалею. Мне его, конечно, сейчас не найти, оно же не в электронном виде. Вот, он уже написан, распечатал это все. Он печатал на машинках. Вот. Ну, у меня, потому что библиотека, ее четыре раза грабили, ну, и потом она вообще полностью исчезла. поэтому восстановить, восстановление не подлежит. У меня уже были книги, которые, ну, они вообще в единственном экземпляре, оставшиеся там с 19 века. Ну, я много такой литературы собирал. Но я собирал по разным вопросам. Просто то, что она старая, да, и то, что она, ну, то есть это не Евангелие, не там Ветхий Завет, а просто касаемо каких-то вот научных дел, каких-то открытий, потому что книги-то были вот именно 19 века уникальные. Вот сейчас про такое вот нигде не прочтешь, не встретишь. А потому что у нас, в общем-то, активно, в общем-то, я вот по физиологии там вот собирал, по физике, вот, первоисточники причем я там брал. Ну, в смысле, собирал. Вот. И самое главное, что у нас вот от года к году, да, перепечатывались эти учебники все, и они все глупее, и все сжатие, но сжатие, то есть без каких-то подробностей. Там вот, например, целые школы вот этих гипнотизеров, да, сколько их было? В 12 веке все засекречено, ничего нет. Или там, допустим, та же физика, там те вот явления, ну, например, звук там, превращение, значит, в электромагнитной карибане. Сейчас вот стали печатать об этом, да, то есть кто-то стал исследовать, но до этого, видите, а этой информации не было. Потом то, что вот вращение, вот все вращающиеся тела, они все связаны, и они влияют друг на друга. Всякое вращающее тело, оно раскручивается. Ну, где об этом прочитаешь? 19 веке это все было. Ну, и таких, в общем-то, много, которые, в общем-то, сейчас не попадут, не попадают у нас в поле зрения наших физиков. Ну, и потом, если уж так по большому счету подходить, сейчас физика, в принципе, в глубоком кризисе, потому что те факты, которые, в общем-то, не влазят в закономер, ну, в смысле, в представление, это иллюзорно, просто в представление, конечно, они не влазят. Их надо менять. Там и вечные двигатели, те же самые, ну, многие другие вещи, которые связаны там с электричеством. Вот. Ну, о них даже говорить нельзя, потому что они совсем из ряда вон, но они не входят. И эти опыты, которые там приводились, да, ну, даже вот Черняв показывал, например, да, он показывал, как работает гравитационное поле. Но об этом ведь никто ничего не говорит, не комментирует его выводы и его, так сказать, воззрение. Ну, я не совсем с ним могу согласиться, да, но, тем не менее, это все равно новаторство, это все равно открытие. ну, и другие, там, много всего, с чем можно не соглашаться на сегодняшнем, тот же Толчин, да, но кто у нас еще этим потом занимался, Толчин сделал аппарат, который Королев должен был испытать в космосе, почему-то Королев сразу умер на операционном столе, вот, ну, а кто-то Толчина поддерживал, никто, а так бы, в принципе, еще одно. А какой аппарат Толчина сделал? Инерцует. Вот, ну, потом, ну, потом были последователи, но они, как бы, они же не изобретатели, они за него-то не трясутся, как Толчин, он же пробивал все это, и выступал, там, я помню, в университете у нас, да, его заклевали там, и только один раз его похвалили, вот, и он после этого получил кровоизлияние в глаз, от того, что он все время оборонялся. Дима Алексеевич, давай немножко поподробнее о том симпозиуме, который проводили в 96-м году. Цель и задача понятна, то есть, ответить на третье обращение к концу, что, в принципе, и сделано было, когда в начале, при открытии симпозиума, зачитал ты как раз вот это четвертое обращение, ну, и, может быть, вспоминаем, что за люди были, какие доклады были, и о чем вообще рассказывали, потому что, на самом деле, на удивление тогда, ведь, меньше, чем за 4 месяца эти людей собрали, и помещение нашли, и организовали все, люди были очень интересные, очень разноплановые доклады, может, что-то вспомнишь, давай повспоминаем как раз. Ну, видишь, я плотно общался с кем, с Мариной Попович, вот, подобного ты подогнал, вот, а остальных, то я практически не знал, ну, Рогожкина, я его знал еще по этим, ну, там другие были слеты, еще по-моему, Горьком, или еще где-то мы пересекались, вот, ну, и он тогда не очень-то и был верующий, это сейчас он стал верующим, и один из создателей неологии, насколько я понял, вот. Ну, надо быть честным, все-таки создатель неологии, это генерал Ханцеверов, или полковник, он, по-моему, тогда еще был. Возможно, да, но Рогожкин внес, я считаю, мощный вклад, потому что все вот эти, вот его формулы, как избавиться от чипов, там, как избавиться, значит, от программ, которые они там вкладывают в нас по ночам, от черпания, от энзимов, это же, все надо, как бы, проговорить, сказать, утвердить, и чтобы больше они не ссывались к нам. То есть, я его, в общем-то, считаю таким продвинутым в этом плане. Понятно, что уфологии там нету ни докторов, ни кандидатов, но и тем не менее, он, в общем-то, один из таких ведущих и в уфологии, и вообще вот в этой всей тонкой материи, которую современная наука, ну, я не знаю, как сейчас, но раньше отрицала категорически. Вот. Но у нас, вот, Крохолев там был, ну, Крохолев тоже вот странно кончил, Пьянков Василий Николаевич, который, в принципе, был экстрасенсом от природы, да, потому что он выезжал, когда, ну, во время войны, он танкистом был, вот его первый танк пускали по минному полю, и вот он ехал, и он проезжал это минное поле, не взорвавшись, и за ним уже проезжала вся дивизия, потому что он, ну, чувствовал, чувствовал, где эти мины, где опасность, в общем, такой был. Ну, потом тоже вот, бесславная такая кончина, сына потерял, вот, в котором души не чаял, вот он выступал, Крохолев, ну, был еще Тишкевич, Вадим, ну, вот он, ну, сейчас все еще живой, в общем-то, шустрый достаточно, но он как раз вот на этой поляне-то здорово, ну, и понимание, и свежие мысли, ну, то есть, творческий человек, и, конечно, вот сейчас бы его тоже пригласить, чтобы он нам там рассказал, но нам надо обязательно собраться, ну, сейчас бы его тоже пригласить, ну, послушать хотя бы, он же продвинулся, да, вообще-то далеко уже, ну, я с ним периодически встречался, но не каждый год, как приезжал в Пермь, в общем-то, старался встретиться с ним, тогда еще, Виктор Шмелев был живой, ты его, наверное, помнишь, вот, ну, потом, когда, они вообще были друзья, все время, и когда я приезжал, Виктор сразу тащил меня к нему, вот, ну, вообще, на самом деле, после того, как мы конференцию провели, очень странная череда негативных событий у основных организаторов-то пошла, то есть, вспомни, у Курапова, там, с отцом случилось, и у других, то есть, у всех, кто участвовал в подготовке конференции, произошел какой-то негатив, причем, у нескольких из наших организаторов и родственников, то ли сами люди поставили, помнишь, эту странную ситуацию? Ну, да, Крохолев ушел, вот, у Пьянкова сын ушел, да, это было, но, то же самое, когда мы организовали ВОК, вот, и хотели, значит, ну, как бы, там же у нас, в общем-то, было письмо, что нас, организацию, приняли в космическую коалицию, да, вот, но, люди начали входить, у нас тоже, у всех организаторов, значит, случились и гибели этих, родственников, ну, и потом мы кому писали, никто почему-то не получил, вот, наши, значит, эти ответные письма, вот, они не получали, и самое-то главное, что тоже некоторые погибли, у нас там немного было, но все равно, это показатель, что это опасная деятельность, опасность сейчас, то, что если мы сейчас соберемся и проведем еще раз такую конференцию, но я не гарантирую, что мы все останемся живыми, вот, такая опасность есть. А как думаешь, зачем сейчас нужна эта конференция, в принципе, вот, знаешь, вот люди сидят, смотрят, да зачем у нас там, вон, война идет, скоро неизвестно, может, третья мировая будет, а вы про каких-то инопланетян говорите? Дело в том, что все-то, кто это организует, за кулисы, а за кулисы кто? Это инопланетяне, которые захватили нашу землю, но и потом ведь, если мы ее не проведем, это будет хуже, потому что они же собирались, ну, под данным той же Елизаветы, королевы, да, она там, в каком году, в 20-м, по-моему, сказала, что через два года они высадятся, да, инопланетяне, они же не высаживаются, им, потому что препятствуют, и возникли силы, которые, в общем-то, не хотят, чтобы земля была захвачена, они же провели очень большую работу, чтобы мы говорили, что земля плоская, там, солнце это лампочка, инопланетян нет, ну, и прочую ахинею, которую, в общем-то, инопланетяне нам навязывают, ну, и подкупают там известных ученых, которые подобную уже фигню начинают с больших, так сказать, средств массовой информации вещать, а это привело к тому, что, если мы были условно разумными, нас перевели в неразумные, а неразумных можно выкинуть с планеты, потому что, ну, за что им планету иметь, если они не знают, что земля круглая, вот, ну, и поэтому следует провести, и во всяком случае, те вот иллюзии, которые нам уже однажды навязывали, да, после того, как Коперник потом пошел, ну, и все вот эти исследования про Солнце, про все, что это все-таки шары, а не плоские, не слоны, там их держат, с черепахами, вот, это уже было раз, нас опускали, и с нами достаточно жестко тогда обращались, ну, и сейчас, в принципе, вот они опустили, но высадку задерживают, задерживают, потому что, в общем-то, есть хоть какое-то сопротивление вот этим вот анахронизмам, я бы так сказал, которые навязали сами инопланетяне, и все это проплатили, потому что, ну, ну, если ты знаешь, какое движение было, мощное движение, вот этих плоскоземельщиков, вот, и поддержка, я удивился даже с нашей академии, тоже там всякие физики начинают говорить, такое фигня, вот, ну, я думаю, что, раз есть положительные силы, которые нас поддерживают, и в нас верят, то надо обязательно провести такую конференцию, подтвердить, что мы не не условно разумные, и не неразумные, а мы именно разумный вид, который, в общем-то, хочет возвратить себе вот эту космическую жизнь, какая была у наших предков. Ну, кстати, наверное, следишь за международными новостями, вот буквально целый год уже в Америке на самом высоком уровне принимаются и законы, и там даже комитет создали по контактам с ними сообществами, в которые входят представители разведки и товарищи американцы вполне себе серьезно говорят, ребят, у нас это все летает, это все существует, и это неизвестные разумные силы, с которыми мы не знаем пока что нам делать, то есть на Западе вполне себе целенаправленно и грамотно людей готовят к пониманию тому, что внеземной разум не просто существует, а он реален и он уже здесь. Да, ну и дело в том, что готовят, например, священников в нас, да, которые бы разъясняли паствие, что инопланетяне есть, и они, в общем-то, готовы вступить с нами в контакт, но опять же непонятно, кто с нами ступит, нам же надо, чтобы те, которые потом, ну, в какой-то мере бы мешали захвату обратно нашей планеты, мы же, в общем-то, как ферма, нас выращивают на гавах, то есть на ту энергию, которая сейчас является, ну, как бы разменной монетой в нашей галактике, вот, поэтому им очень не хочется терять нашу землю, тем более, когда еще Амжинский профессор, не знаю, сейчас он живой, не живой, вот, выступил, что 95% добычи нашего минерального сырья на земле, да, куда-то уходит, мы на человечество тратим только 5%, но это же тоже факт, который надо, в общем-то, пресекать, то есть у нас не только грабители могут быть в нашем, так сказать, обществе, но и в космичестве, русском тоже в обществе нас грабят так вот бессовестно, что наши грабители по сравнению с теми грабителями, но они просто дети, вот, поэтому надо обязательно выступить, и чтобы тоже этих поддержать, те, которые не хотят, чтобы нас продолжали эксплуатировать, и чтобы мы все-таки добились свободы, освобождения от того рабства, в котором мы находимся, и которое многие не сознают, ну, потому что информации-то об этом вообще нет, это все же, все, что касается вот этой информации о рабстве, да, она вся тщательно убирается, ну, кто про Амшинского, кто-то слышал, что ли, если бы не личное знакомство, я бы тоже не знал, об этом так и каждый человек, в худшем случае все это перевертывается, высмеется, и представляется в таком виде, что люди, которые занимаются этой темой, ну, мягко говоря, становятся нездоровыми на голову, как это говорят. и так это, ну, сейчас-то уже как бы так уже не говорят особенно, это раньше, если бы так вот открыто все это говорили, если бы мы в то же время проводили эту конференцию, да, ну, все, мы были бы все пациентами разных психиатрических клиник, вот, но сейчас, слава Богу, об этом можно говорить стало, не все, конечно, но все равно не секретят, информацию секретят и не дают ей хода. Знаешь, что самое интересное, я же тогда всю эту конференцию в 96-м году писал, мы обязательно эти съемки под ними покажем, и забавно то, что то, о чем мы говорили тогда, что для многих казалось, ну, шизофрении какой-то непонятной за вот эти 27 лет, что прошли, не только подтвердилось, но и для многих стало реальностью на самом деле. Да, конечно, у нас столько этих контактов, у нас ведь, смотри, вот, ну, нам говорят, что мы там примитивные, что мы ничего там не понимаем и не можем понять, а ведь наши люди в реальности они же распространены по всей нашей галактике, да и не только, потому что, ну, вот, такой факт, женщина рассказывает, ну, она в частный дом, там, она вешала белье постиранное, да, и садится у него во дворе, прям, тарелка, выходит, мужик красивый, подходит к мне, называет ее по имени, говорит, ты меня, говорит, помнишь, обнимает ее, говорит, ты меня помнишь, говорит, нет, я вас не знаю, говорит, ну, мы с тобой были мужем и женой в прошлой жизни, представляешь, вот, она это рассказывает, но она торгует на рынке, просто, да, ну, с высшим образованием, все, то есть, не скажешь, что она сумасшедшая, вот, и рассказывает такую историю, а потом, в свое время, ЦРУ опубликовала данные, там, где-то 70, или сколько-то, в общем, цивилизаций, которые здесь вот нас посещают, там, плеядцы, орионцы, сириуси, они у всех потоживые, когда брали, эти остатки, да, везде ДНК человека, с таким же напором хромосом, то есть, мы все подобные, вот, это о чем говорит, о том, что человечество расселилось по галактике, не только солнечная система, а многие, кстати, солнечные системы или изнутренней земли прилетают сюда, к нам, ну, вот. Ну, может, не человечество расселилось, а все-таки те товарищи, которые прилетали и оставили здесь свой генетический след, сколько в истории, в древней, в древнейшей, в мифологии рассказано о встрече с какими-то богоподобными существами, которые приходили, спускались с неба, те же ангелы, ну, условно говоря, контактировали с дочерьми земными и в итоге рождались очень интересные существа. Не об этом или полеоконтакте как раз говорится? Ну, об этом тоже, об этом тоже, но дело в том, что и наши люди с земли тоже летали. Ведь у нас первая цивилизация, которая гекатанхеры, сторукие, да, описанные и у римлян, и у индусов, вот, они их римлян цикламенами называют, а эти, значит, гекатанхерами, то есть, сторукими, вот, они в реальности они же были бессмертными, и Библия пишет, что ли, были бессмертными, да, все же говорили на одном языке, была общая культура, одна и та же религия, все было одно, а все же изменилось, куча религий появилась, сейчас 27 тысяч или 26 тысяч конфессий создали, ну, это куда годится, то есть, все, все, в общем-то, дробится, да, у нас в России, значит, 5 тысяч всяких этих специальностей и профессий, а по миру 40 тысяч, ну, это тоже, эти, нонсенс, человек должен быть универсальный, какая специализация, универсальность, это один из критерий прогресса в реальности, биологического прогресса, а когда такая специализация происходит, понятно, что какой может быть прогресс, вот эти все работы на конвейерах, ну, когда вот создавалась у Форда, там, ну, всех у них конвейеры были, люди же за полгода превращались в идиотиков, ну, потом придумали разные там операции, ну, в общем, как-то скрасили это, да, а в принципе, ну, даже и скрасили, все равно человек не развивается, надо, чтобы он был универсальным, он мог не только с железом работать, не только там с радиодеталями, но со всем, со всеми вещами, как в принципе были вот крестьяне, они же все умели делать, и терегу сделают, да, и упряжь для лошадей, и одежду, и собирают урожай, там, делают там всякие из этого полуфабрикаты потом, то есть, очень много всего могли делать, и холодильные эти вот установки, ну, не установки, а эти зимники, как их называли, то есть, все было подвластно, как их сяну, а сейчас, сейчас у нас специализации. Илья Алексеевич, вот возвращаясь к подметному письму, которое Емель Федорович обещал показать, вообще, откуда этот диалог-то пошел, почему он вообще об этом заговорил? Ну, это я его за язык не тянул, он мне сам рассказал, причем он мне рассказал, он как раз в Москву съездил, с Жаком Валяне встречались, да, ну, вот, после этого он мне это рассказал, я подумал, что он или Жак Валей его взял, или там, но я не знаю, откуда у него это письмо, то есть, он только мне, я ему сказал, ты мне-то дай почитать, мне не надо его вообще, ну, прощайся, дай, он говорит, хорошо, но так и не дал, ну, как это понятно, мы же с ним редко встречались, вот, только когда уже из ряда он какое-то событие, только тогда он там приезжал, рассказывал, у него еще супруга была такая, которая не мешала ему приезжать, вот. Просто действительно у него совершенно уникальный этот труд был написан, который так не опубликовал, так понимаешь, его никто не видел, этот вымпел Валентича, и там как раз говорилось о том, что где-то, по-моему, в районе одной из застав на Кольском, там вот уже, где граница идет, найдена была капсула, в которой находились записи вот этого как раз летчика Валентича, который, помнишь, летел на самолете Сесна, сообщил, что видит какой-то объект, а потом этот человек пропал вместе с самолетом. Так вот, была найдена капсула, где как раз находилось его письмо, и он написывает совершенно удивительное событие, что он не погиб, что его забрали на борт объекта, и что он как раз занимается тем, что вывозит с земли на больших вот этих аппаратах кислород. То есть на самом деле совершенно какое-то бредовое, непонятное, но там у Эмилия Федоровича было расписано и с деталями, и с подробностями. Ну, сложно такое в принципе придумать. Не об этом ли он подметном письме поговорил? Может быть, и об этом, но в той вот книге, которую он мне давал, этого не было, этой информации не было. Там много вот информации, подобной, как у Жака Валли, но и вот я сейчас сожалею. Мне его, конечно, сейчас не найти, оно же не в электронном виде. Он уже распечатал это все. Он печатали на машинках. У меня, потому что библиотека, ее четыре раза грабили, ну и потом она вообще полностью исчезла. Поэтому восстановление не подлежит. У меня уже были книги, которые, ну они вообще в единственном экземпляре, оставшиеся там с 19 века. Ну я много такой литературы собирал. Но я собирал по разным вопросам, просто то, что она старая, да, и то, что она, ну то есть это не Евангелие, не там Ветхий Завет, а просто касаемо каких-то вот научных дел, каких-то открытий, потому что книги-то были вот именно 19 века уникальные. Вот сейчас про такое вот нигде не прочтешь, не встретишь, а потому что у нас, в общем-то, активно, в общем-то, я вот по физиологии там вот собирал, по физике, вот, первоисточники причем я там брал, ну в смысле собирал. вот, и самое главное, что у нас вот от года к году, да, перепечатывались эти учебники все, и они все глупее, и все сжатие, но сжатие, то есть без каких-то подробностей. Там вот, например, целые школы вот этих гипнотизеров, да, сколько их было, в 12 веке все засекречено, ничего нет. или там, допустим, та же физика, там те вот явления, ну, например, звук там при вращении, значит, в электромагнитное колебание. Сейчас вот стали печатать об этом, да, то есть кто-то стал исследовать, но до этого ведь этой информации не было. Потом то, что вот вращение, вот все вращающиеся тела, они все связаны, и они влияют друг на друга, всякое вращающее тело, оно раскручивается, ну, где об этом прочитаешь? В 19 веке это все было. Ну, и таких, в общем-то, много, которые, в общем-то, сейчас не попадут, не попадают у нас в поле зрения наших физиков. Ну, и потом, если уж так по большому счету подходить, сейчас физика, в принципе, в глубоком кризисе, потому что те факты, которые, в общем-то, не влазят в закономер, ну, в смысле, в представления, это иллюзорно, просто в представления, конечно, они не влазят, их надо менять. Там и вечные двигатели, те же самые, ну, многие другие вещи, которые связаны там с электричеством, вот, но о них даже говорить нельзя, потому что они совсем из ряда вон, но они не входят. И вот эти опыты, которые там приводились, да, ну, даже вот Черняев показывал, например, да, он показывал, как работает гравитационное поле, но об этом никто ничего не говорит, не комментирует его выводы, его, так сказать, воззрение, ну, я не совсем с ним могу согласиться, да, но тем не менее, это все равно новаторство, это все равно открытие. Ну, и другие, там, много всего, с чем можно не соглашаться на сегодняшний, тот же Толчин, да, но кто у нас еще этим потом занимался, Толчин сделал аппарат, который Королев должен был испытать в космосе, почему-то Королев сразу умер на операционном столе, вот, ну, а кто в том Толчина поддерживал, никто, а так бы, в принципе, еще одно. А какой аппарат Толчина сделал? Инерцует, вот, ну, потом, ну, потом были последователи, но они, как бы, они же не изобретатели, они за него, вот они трясутся, как Толчин, он же пробивал все это, и выступал там, я помню, в университете у нас, да, его заклевали там, и только один раз его похвалили, вот, и он после этого получил кровоизлияние в глаз, от того, что он все время оборонялся. Денис Ильич, а мы с тобой сегодня очень так плодотворно поговорили, у тебя ведь огромное количество книг, по-моему, уже под два десятка, если не больше. Шесть десятков. Шесть десятков, да, я уже за всеми не уследил, к сожалению, извини. Насколько я понимаю, мои лекции ведешь, вот где можно и книги твои посмотреть, приобрести, и, может быть, у тебя есть какое-то расписание лекций, встречи в онлайне, где вот все это найти? Ну, это все можно на сайте посмотреть, там у нас все это есть, но мы ведь особо-то ведь не рекламируем, потому что мы-то ведь все равно как бы выросли в Советском Союзе, где все было запрещено, и поэтому особо никуда и не лезем до сих пор. Так-то, конечно, можно было прозрекламировать все и прочее. Ну, мы сидим тихонечко, тихонечко читаем лекции, тихонечко пишем книжки, тихонечко продаем, ну, понемножку, потому что сейчас издательская деятельность свернулась фактически, тем более вот эта электронная книга пошла, да, вот мы с электронной так и не подружились, хотя сколько ни пытались, да, но все не получалось и не получается. Вот, то банки блокируют, то еще какие-то там причины, то есть только вот бумажные носители. Ну, старые люди-то они привыкли к старым носителям, то есть к бумажной книге. Вот, и многие современные тоже не очень-то читают электронные книжки, потому что и глаза там устают от компьютера, и мозги сушит этот компьютер, Альцгеймера, того и гляди, подхватишь. Вот, ну, в общем-то, тоже немножко все равно печатаем. Сейчас какая-то работа над новыми книгами идет, что планируется в ближайшее время? Да у меня много, у меня 15 книг написано, да, написано, которые надо издать. Ну, как бы, во-первых, я терпеть не могу это редакторство, там, это, потом корректорство, это же все надо все равно мне вносить, да. Вот самая противная для меня работа, то есть для меня проще написать, а вот уже редактора, там, если бы они сами все это делали, но нельзя им поручить, потому что они иногда не понимают, что я хотел сказать, и вот меняют так, как они бы, ну, как они поняли, а это меняет смысл вообще всего, ну, может менять, не обязательно, конечно, но может. Поэтому приходится делать самому, а самому, ну, когда вот неприятная работа, понятно, ты находишь разные лазики, чтобы не делать. ну, хотя надо, вот книги, конечно, те, которые вот уже даже написаны, да, но я считаю, что было бы вот неплохо там историю тюрьмы, например, да, русской тюрьмы, потому что, ну, там информация, вот все вот истории, которые до сих пор вот написаны, которые я познакомился, да, они все равно не отражают то, что было в реальности, вот, и то, что у нас осталось там в фольклоре, в русском языке, там, но и в некоторых легендах каких-то народов, ну, тех же наших, староверов, например, да, что они рассказывают, вот, хотелось бы, конечно, ее издать потом, вот, у меня есть такая книга, но я ее, думаю, никогда вообще не издам, за что убивают певцов и бардов, у нас же фактически ведь, ну, много людей погибло, то есть, только из-за того, что они не формат, надо же петь о страданиях, о несчастной любви, вот, и о всем таком, но вот Высоцкий там начал петь, совсем другие темы поднимать, да, ну, как бы пошло с этого, уже, ну, всем эта любовь надоела, вот, хотелось бы написать что-то другое, но вот Высоцкий-то и почему, собственно говоря, поднял этот флаг, поднял эту тему, то, что надо писать на разные темы, с песней, с стихией, вот, ну, и те, кто, в общем-то, не идет по устоявшейся традиции, могут долго не прожить, вот, и это не потому, что у нас там конкуренция большая, да, но вот именно это все закулисье держит, так сказать, традиции, вот, ну, и потом есть еще там темы, которые хотелось бы тоже, как бы издать то, что, ну, там, касается своего опыта, потому что, ну, как бы, я всю жизнь, в принципе, экспериментирую, там, и с питанием, и, там, с всякими движениями, и прочими вещами, вот, это было бы неплохо издать, потому что тоже ведь на это, ну, как бы, не обращать внимания, ну, потому что вот этих старых знаний у людей нет, вот, у нас же все-таки, вот, ну, и староверы, там, и непрописные, вот, у них совсем ведь другие взгляды, вот, ну, как бы, в русле их взглядов, да, все это изложить, но все будет по-другому, ну, и другие книги, там, у меня же секретных много книг, не изданы еще, секретные, которые я только пишу, для определенной категории, людей, их немножко мы сдаем, но они, как бы, я считаю, стоящие для тех, которые, ну, понимают, вот эти, ну, это у нас сейчас оккультизмом там называют, да, но это вообще, в старину это называлось тривией, вот слово тривиальное-то ведь осталось, а наука-то, она ведь, хоть она и говорит, что она там 300 лет, или там 400 уже, что там Галилеи, там сначала, потом там другие, авторы пришли, но этих авторов в реальности не было, вот была тривия, наука-то вообще навка новая, новые взгляды, в основном, иллюзорные, понятно, что из-за этого мы, в общем-то, никуда и не можем двинуться, а жизнь-то, и вообще природа, она намного, многообразнее, тривия-то, она что делала, она созидала мир, а наука его только объясняет, поэтому уже разные подходы наших предков и современные подходы. А что и когда поменялось, почему тривия превратилась в науку? А там же, видишь, вот у нас ведь еще флагистон, там отвергли, эфир отвергли, теплород, там отвергли, ну там еще были понятия, которые еще раньше были отвергнуты, ну я о них тоже пишу, вот в своих этих книгах, но почему их отвергли, ну потому что вся вот эта наша электрическая физика, да, ну она сразу не выдерживает критики, потому что, во-первых, то, что мы называем зарядов, ну это вообще называлось потенциалом, во-первых, да, а во-вторых, этих потенциалов было море, ну много очень, у нас же такое одно электричество, да, а один магнетизм, ну говорят там еще гравитация, ну гравитации как таковой в общем-то не наблюдается, мы притягиваемся, но не потому что это гравитация, да, у нас нужно было провитация, правильно, и левитация, в гравитации не было такого понятия, ну провитация, понятно, правая закрученность вращения, левитация, левая закрученность, Ну и там много других прибамбасов, которые для как раз современного физика, например, они неприемлемы, но ломают все. То есть все устоявшиеся взгляды не соответствуют. А почему же мы тогда притягиваемся? Притягиваемся, но вот все гироскопы, которые крутятся в одну сторону, и если их расположить друг над другом, они будут притягиваться. А если их расположить в плоскости, они будут отталкиваться. Это принцип вообще всех притяжений и отталкивания. Вот когда в плоскости, если в разные стороны закручены, они притягиваются, если они в параллельных плоскостях, они отталкиваются. И наоборот, если они в одну сторону вращаются, они будут в параллельных плоскостях притягиваться. Вот в простой плоскости, но в одной плоскости они будут отталкиваться. Вот вся физика в реальности. Мы придумывали там всяких частиц, но ядерная физика. У всех же диссертации, у всех же кафедры, звания и все прочее. Кто же начнет это все отпровергать? Никто, конечно, не подпишется. Поэтому мы, в общем-то, особо не выступаем, ничего не критикуем. Но, тем не менее, у нас на ядерной физике сейчас много чего построено. Ну, что построено? Сделаны ядерные взрывы. Ну, и что? Ну, критическая масса, да. То она, ну, как бы вообще ни при чем здесь. Но она при чем, конечно, да. Вот. Но ее можно так разбавлять, да. Вообще можно делать ядерные взрывы в кубическом сантиметре. Без всяких критических масс. Но так оно, в принципе, и было раньше. У нас же в Махабхарате там 15 видов оружия описано. Да, ну, и одно там страшнее другого. Оружие Шивы. Там оружие этого, Вишну. Ну, то же самое это... Сушка оружия, да, когда окаменели люди. Окаменевали. Ну, и другие. Вот эти же вот привезли, как до Террикотова, и эти фигуры, да, из Китая. Они показывали здесь, в Москве. Там недалеко от Красной площади был музей их организован. Там, это же окаменевшие люди. Они же внутри-то пустые, пустотелые. Там труха. Вот. То есть они поверхностно только окаменели. А вот окаменения, которые сами вызывали люди, это вот как раз мрамор получался. Есть пещеры, где вот захоронена именно мраморная статуя. Ну, нас сюда, конечно, не пускают. Но они охраняются хорошо. Эти пещеры. Люди просто ждут, когда они будут опять людьми. Ну, это старые люди. С других цивилизаций. Самое-то интересное, что у них же ДНК брали у этих статуи, да? ДНК человеческое. Хотя мрамор, ну, биологическое там. Включение есть, и по ним определили. Что это люди. Реально. То есть наша цивилизация, которая была не так давно на Земле, то есть до нас, да, была очень высокого уровня. То есть они могли и окаменение вызывать, и превращение, те же самые делались. Вот. И эти, кстати, знания сохранились. Сохранились просто нам их не приняли. Не дают, потому что мы это не понимаем и не принимаем. В принципе, очень много всего. У нас же вот, ну, ситхи, да, у индусов, у нас-то дары назывались. Вот этих даров ведь очень много. Причем такие, которые не подлежат, нет терминов, не подлежат описанию. Мы их не можем понять. А это все было и есть. И оно, инопланетян-то, это тоже все имеет место быть. Но мы, поскольку нас все время пускают все, что мы там открываем, эпохальные там всякие изобретения, открытия такие потрясающие, да, ну, все их закрывают, как открыли. Насколько я понимаю, всю эту информацию можно в книгах ведь найти, Владимир Алексеевич? Ну, можно, конечно, кое-какая информация есть. Но мы же не все продаем в открытую. Часть книг идет узкому контингенту людей. А как вы определяете? У вас это самое, то есть какая-то группа есть уже, вот, читатели, которые вот именно… Да, которые заслуживают этой информации. Причем ведь у нас ведь основана на наблюдениях, на экспериментах. Вот, то есть там тоже не все просто так. Все аномалии можно измерить. У нас таких приборов нет. Ну, я имею в виду, у человечества нет таких приборов. У староверов есть. Те же переходы, допустим, в параллельное пространство. У них есть такие вещи, приборы. Но они могут определить, где можно, куда попасть. То есть, мы не можем. Да, мы и про параллельное пространство-то не очень… Ну, отдельные, конечно, персонажи от науки рассказывают. Вот. Но это на уровне фантастики, на уровне, там, каких-то непонятных вещей. Вот. Но это все, в общем-то, понятно. Для вот именно представителей старой цивилизации. У нас предыдущие цивилизации-то эти атланты были. То есть, они 4-6 метров высотой были. Они же до сих пор, в общем-то, живут. Ну, правда, их уничтожают. Вот. Но они стараются спрятаться. А в 19 веке фотографий много. Тех великанов, которые ходили по улицам там. К тому же Питеру. Вот. Дома, которые вот имеют огромные двери. Ну, для нашего роста они не нужны. А мы сейчас там в них живем. В этих домах. Дома Атлант. А от Атлантов еще остались. А были еще выше люди перед Атлантами. Были целые исполины. Тоже они живут еще на земле. Тоже с ними происходят встречи. Я даже знаю, у нас в Фианском музее писание встреч было. Вот человек 20 метров. А он, главное, в пиджаке и в галстуке. Для того, чтобы эти люди выживали, должна быть какая-то популяция быть. Так внутренняя земля. Они же сюда приезжают иногда. По путешествовать. Туда тоже эти... Вот Андрей Тюняев рассказывал, что можно, например, в Австралию попасть. Ну, которая за забором. Там же живут эти анты. До сих пор. Анты, остатки Византии. Правильно вообще Византии говорить. Потому что у них веси, они все же чувствуют, все знают. У нас так как бы... Все-таки язык звуковой стал. Основной, коммуникационный. А у них, в общем-то, зрительный язык остался. То есть Казани. То, что мы телепатией называем. А с телепатией у нас еще в 19 веке активно боролись. Назвали Казани телепатией. То есть телепередача, патия, болезнь. А патию надо лечить. А аргументы какой выдавали? Что у человека нет внутренней тайной жизни. А все на виду. Раз вы телепаты. Вы все можете узнать о человеке. Ничего не скроешь. Но тогда и честность была, и все прочее. Ну, а сейчас раз можно скрывать, понятно, что у нас весь этот бордель стал возможным. Ну что ж, Владимир Владимирович, спасибо. Я думаю, мы еще не раз встретимся, обсудим не менее интересные и важные вопросы. Но я так понимаю, если кто-то из зрителей захочет что-то побольше узнать, можно обращаться на ваш сайт. Ну да. Соответственно, я так понимаю, эти каналы на ютубе тоже есть, где можно в комментариях задавать вопросы. И, наверное, даже ответы получить. Ну, либо записаться на лекции. Лекции ведь проводятся периодически. Ну да. Лекции идут. Спасибо. Спасибо.